Наконец-то свершилось! В Москве открылся тематический парк развлечений Остров Мечты. Конечно, сегодня мы продюсируем самые страшные аттракционы, а также сегодня нам предоставили фаст-пассы. Говорю буквально с чистого листа. Вот мы только что зашли в тематический парк. Глаза разбегаются. Я хочу в смуфиков. Маша хочет к Маугли, к динозаврам. Она побежала уже туда, видимо. Тут же есть комната страху, хэллоу-китти, черепашки-ниндзя. Тут есть абсолютно все. Я не знаю, что мы будем делать, но мне уже нравится. С чем вы вообще можете сравнить ощущения, которые сейчас испытываете? Как будто маленький ребенок. А были вообще парки аттракционов за границей где-нибудь? Можете сравнить? Да, в Порт-Авентура были. Ну, чуть поменьше, но мне кажется, тоже все очень хорошо сделано. Все на высоком уровне. И классно, что он крытый, потому что это в наших условиях только возможно. Очень классно. Я пришла сюда, мне хочется все посмотреть. Мы еще с младшими детьми, они стоят, у них просто рты открыты. Они такие, вау-вау! То есть тут очень круто, нам правда нравится. Очень классный парк. Нет просто слов. Диснейленд напоминает просто. Мне очень нравится. Я была в парке аттракционов в Лондоне. Ну и здесь мне больше нравится, потому что здесь как-то красочнее в селе и хочется еще ходить. Я была в Испании, в парке Порт-Авентура и еще в Диснейленде. Но здесь мне тоже очень нравится и мне кажется, прикольно сделать такой парк в России. Честно говоря, в таком тематическом не была никогда, где именно все по секциям разделено. Мне кажется, очень вот прям для детей, наверное, вот до моего возраста, кто любит мультики, прям прекрасно подходит. В общем, было очень круто. Эмма, тоже поделись со мной, было очень круто. Прекрасно, великолепно, мы отдохнули, круто полетали. Это было просто прекрасно, но страшно. Какое у вас самое любимое место в Уэй? Может, кафе, место для фотографий, какое-нибудь такое? Starbucks. У меня Universal Studios, вот. И я безумно рад, что мы сейчас находимся в «Острые мечты», который мне максимально напоминает Universal Studios, а может быть, даже и лучше. Потому что я здесь был два месяца назад, был три недели назад, когда еще здесь было все в пыли. Да, было тонны пыли, все было недостроено. И сейчас ты видишь вот такое, это офигенно, что успели реально с такой срок вот это все отстроить. Скажи, когда ты первый раз узнала, что у нас появится свой Диснейленд? То, что ты почувствовала? Ну, если честно, я об этом узнала совсем недавно от ребят. Вот. Но я удивилась, ну, это на самом деле прикольно, потому что этого, на самом деле, в Москве не хватало. Ну, очень не хватает каких-то развлечений. По сути, как бы территория большая, а ничего такого нет. И вот, ну, это круто, что такое открыли. Вот здесь первый раз. Это очень клевый парк. Мне очень здесь нравится. Мы уже прокатились, пока не на всех, но планируем еще сейчас кататься дальше. Мой любимый парк это Дисней, но этот парк тоже очень крутой. Да, как Саша сказал, мы прокатились на многих аттракционах. Ну, я думаю, много страшное и просто веселое. Хорошее впечатление. А какие вам больше всего понравились аттракционы? И вы вместе катаетесь? Да, вместе. Да, вместе. Мне понравился Молот и Храм Огня. Мне очень понравилось это место, потому что я еще ни разу не видела в Москве такого интересного места, где такие классные аттракционы. Бывала ли ты на аттракционах? Боишься или ты их? Нет, аттракционов не боюсь. Я очень люблю экстремальные аттракционы, но здесь еще не успела плывать из-за очереди. Остров мечты это на весь день, так что приходите сюда пораньше. Мы наснимали много трендов и покатались на аттракционах. Впечатлений моря, так что всем рекомендуем парк Остров мечты на станции Технопарк.